Левит, 20 глава. Что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и на род его, истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил. Кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Кто ляжет с невесткой своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиной, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с ней, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоощущения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они добудут истреблены из народа своего. Наготу сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковое обнажает плоть свою. Грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. И не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой. И не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем, присмыкающимся по земле, что отличил я, как нечистая. Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчины или женщины, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их. Кровь их на них. Левит, 21 глава. И сказал Господь Моисею, объяви священникам сына Маароном и скажи им, да не оскверняет себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, к сыну своему, к дочери своей и к брату своему, и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделать себя нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать в жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, а огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежь своих. И никакому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить, и бесчестить святилища Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу из народа своего, вдову или отверженную, или опорощенную, или блудницу не должен он брать. Но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порощить семени своего в народе своем, ибо я Господь Бог, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все рода, их у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога, или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священник, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить жертву Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь и святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилища моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисею Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым. Левит, глава 22. Истребится душа та от лица моего, я Господь Бог ваш. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою. Тот, прикоснувшись к чему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвичины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. Я, Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я, Господь, Бог, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, так же и домочадцы его могут есть хлеб сей. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть переносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдавали разведенной, детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего. А посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке есть что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым, и скажи им, есть ли кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами по обету или по усердию, приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то чтобы с ним приобрести благоволение от Бога, жертвы должны быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите и Господу, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обед или по усердию, или в праздники ваши, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного, слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростого, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Терца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ядр раздавленный, разбитый, оторванный или вырезанный, не приносите Господу, из земли вашей не делайте сего, и из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждения, порог на них, не приобретут они вам благоволения. И сказал Господь Моисеев, говоря, когда родится теленок или ягненок или козленок, то семь дней он должен пробыть при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарение, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра. Я Господь, и соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Господь, не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел нас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Левит, 23 глава. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилю и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священное собрание. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя. Священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером Пасха Господня. И в пятнадцати день того же месяца, праздника пресноков Господу, семь дней ешьте опресноки. В первый день добоют у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Господу. В седьмой день, так же священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатву вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнса, однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения, две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с силием, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему чертверть гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых, не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов без порока. Добудет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную, вместе с хлебом первого плода. Священник должен принести это, потрясая перед Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и двумя агнцами, и это будет святынею Господу, священнику, который приносит, это принадлежит. «И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшуюся от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. «Я Господь, Бог ваш!» И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера десятого дня месяца празднуйте субботу вашу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Идраариум, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу, и восьмой день священное собрание добудет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу все сожжения, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждое в свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилев, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисея сынам Израилевым о праздниках Господних. Левит 24 глава. И сказал Господь Моисею, говоря, Прикажи сынам Израилю, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения. Чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения. В скини собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечники чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки и испеки из нее двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана и соли. И будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо это великая святыня для них и жертвы Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки, имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, имя же матери его Соломиф, дочь Давриина, из племени Данова. И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилем скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлет с листу земель, если станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-нибудь человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле Брижнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее. А кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца. Ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым. И вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями. И сделали сыны Израилевым, как повелел Господь Моисею. Левит, глава 25. И сказал Господь Моисей на горе Синае, и говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли. Суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твое не обрезай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай. И гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу. Тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей. Да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе семь субботних лет. Семь раз по семи лет. Что было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И воструби трубою в седьмой месяц. В десятый день месяца. В день очищения. Вострубите трубою по всей земле вашей. И осветите пятидесятый год. И объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждое во владение свое. И каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните. Что само вырастет на земле. И не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. И в это юбилей. Священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждое во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему. Или будешь покупать что у ближнего твоего. Не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея. Ты должен покупать у ближнего твоего. И по расчислению лет дохода. Он должен продавать тебе. Если много остается лет. Умножь цену. А если мало лет остается. Уменьши цену. Ибо известное число лет. Жатвы. Он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего. Ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои. И храните законы мои. И исполняйте их. И будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой. И будете есть досыта. И будете жить спокойно на ней. Если скажете. Что же нам есть в седьмой год. Когда мы не будем ни сеять. Ни собирать произведений ваших. Я пошлю благословение мое на вас в шестой год. И он принесет произведение на три года. И будете сеять в восьмой год. Но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его. Будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда. Ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего. Дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет. И продаст от владения своего. То придет близкий его родственник. И выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупать. То сам он будет иметь достаток. И найдет сколько нужен на выкуп. То пусть он расчислит годы продажи своей. И возврате остальное тому. Кому он продал. И вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его. Сколько нужно возвратить ему. То проданное им. Останется в руках покупщика. До юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно. И он опять вступит во владение свое. Если кто продаж жилой дом в городе. Огражденный стеной. То выкупить его можно. До истечения года от продажи его. В течение года выкупать его можно. Если же не будет он выкуплен. До истечения целого года. То дом, который в городе имеющем стену. Остается навсегда у купившего его. В роды их. И в юбилей не отойдет от него. А домы в селениях. Вокруг которых нет стены. Должно считать наравне с полем земли. Выкупать их всегда можно. И в юбилей они отходят. А города левитов. Домы в городах владения их. Левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит. То проданный дом в городе владения их. В юбилей отойдет. Потому что домы в городах левитских. Составляет их владение среди сынов израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя. Потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет. И придет в упадок у тебя. То поддержи его. Пришлез ли он или поселенец. Чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли. И бойся Бога твоего. Я Господь. Чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост. И хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш. Который вывел вас из земли египетской. Чтобы дать вам землю хананскую. Чтобы быть вам вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой. И продан будет тебе. То не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник. Как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет он от тебя сам. И дети его с ним. И возвратится в племя свое. И вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы. Которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их. Как продают рабов. Не господствуй над ним жестокостью. И бойся Бога твоего. А чтобы рад твоей рабыни твоя были у тебя. То покупайте себе раба и рабыни у народов. Которые вокруг вас. Также из детей поселенцев. Поселившихся у вас. Можете покупать из племени их. Которое у вас. Которое у них родилось. В земле вашей. И они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство. И сынам вашим по себе. Как имение. Вечно владейте ими. Как рабами. А над братьями вашими сынами израилевыми. Друг на другом. Не господствуйте жестокостью. Если пришлец. Или поселение с тобой. Будет иметь достаток. А брат твой перед ним обеднеет. И продастся пришельцу. Поселившемуся у тебя. Или кому-нибудь из племени пришельца. То после продажи. Можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его. Должен выкупить его. Или дядя его. Или сын дядя его. Должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его. Из племени его. Должен выкупить его. Или если будет иметь достаток. Сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его. Начиная от того года. Когда он продал себя. До года юбилейного. И серебро за которое он продал себя. Должно отдать ему по числу лет. Как временный наемник. Он должен быть у него. Если еще много остается лет. То по мере их. Он должен отдать и выкуп за себя серебро. За который он куплен. Если же мама остается лет до юбилейного года. То он должен сосчитать. И по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник. Во все годы. Он не должен господствовать над ним. С жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится. Таким образом. То в юбилейный год отойдет сам. И дети его с ним. Потому что сыны Израилю мои рабы. Они мои рабы. Которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Левит. Глава 26. Не делайте себе кумирово из вояний. И столбов не ставьте у себя. И камней с изображениями не кладите в земли ваши. Чтобы кланяться перед ними. Ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте. И святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим. И заповеди мои будете хранить и исполнять их. То я дам вам дожди в свое время. И земля даст произрастения свои. И дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта. И будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей. И меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших. И падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто. И сто из вас прогонят тьму. И падут враги ваши перед вами от меча. Призрю на вас и благословлю вас. И плодородными сделаю вас. И размножу вас. И буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее. И выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас. И душа моя не возмущается вами. И буду ходить среди вас. И буду вашим богом. А вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами. И сокрушил узы и ерма вашего. И повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими заповедями, законами, так что вы не будете исполнять все заповеди моих, нарушив завет мой. То и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза, и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и пойдете перед врагами вашими. И будут господствовать над вами неприятели ваши. И побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши. И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих. Если же после всего пойдете против меня, и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемиро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, и стремят скот ваш, и вас уменьшат так, что опустеют дороги ваши. Если и после всего не исправитесь и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас, и поражу вас всемиро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. Десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть, и не будете сыты. Если же и после всего не послушаете меня, и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас, и накажу вас всемиро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустыней, и опустошу святилища ваше. И не буду обонять приятного благоухания жертв ваших, а пустошу землю вашу, так что и изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои, во все дни запустения своего. Будет она покоиться, сколько не покоилась субботы ваши, когда вы жили на ней. 2. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как отмеща, и падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как отмеща, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим, и погибнете между народами. 3. И пожрет вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. 4. Тогда признаются они в беззаконии своем, и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня, и шли против меня. 5. За это и я в ярости шел против них, и ввел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. 6. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом. Вспомню и землю вспомню. 7. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себе за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушала с постановлениями моими. 8. И тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их, и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними. 9. Ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть их Богом. 10. Я Господь. Вот постановления и определения, и законы, которые постановил Господь между собой и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. 10. Левит. Глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сикле священному. 10. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. 10. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. 10. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебря, а женщине оценка твоя 3 сиклей серебря. 10. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебря, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей То пусть представит его священнику И священник пусть оценит его соразмерно с состоянием давшего обет Пусть оценит его священник Если же тот будет скот, который приносит жертву Господу То все, что дано Господу, должно быть свято Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим Если же станет кто заменять скотину скотиной То и она, и замена ее будет святыней Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая Которая не приносит жертву Господу То должно представить скотину священнику И священник оценит ее, хороша ли она или худа И как оценит священник, так и должно быть Если же кто хочет выкупить ее То пусть прибавит пятую долю к оценке твоей Если кто посвящает дом свой святыню Господу То священник должен оценить его Хорош ли он или худ И как оценит его священник, так и состоится Если же посвятивший захочет выкупить дом свой То пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей И тогда будет жить Если поле из своего владения посвятит кто Господу То оценка твоя должна быть по мере посева Запасив хомер и очменя 50 стиклей серебра Если от юбилейного года посвящает кто поле свое Должно состояться по оценке твоей Если же после юбилея посвящает кто поле свое То священник должен рассчитать серебро по мере лет Оставшийся до юбилейного года И должно убавить из оценки твоей Если же захочет выкупить поле, посвятивший его То пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей И оно останется за ним Если же он не выкупит поле И будет продано поле другому человеку То уже нельзя выкупить Поле то, которое он, когда в юбилейной отойдет Будет святынью Господу Как бы поле заклятое Священнику достанется оно во владение А если кто посвятит Господу поле купленное Которое не из полей его владения То священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года И должен он отдать по расчету В тот же день, как к святыне Господню Поле же в юбилейный год Перейдет опять к тому, у кого куплено Кому принадлежит владение той земли Всякая оценка твоя должна быть по сикле священному Двадцать гер должно быть в сикле Только первенцев и скота Которые по первенству принадлежат Господу Не должен никто посвящать Вол ли то или мелкий скот Господни они Если же скот нечистый То должно выкупить по оценке твоей И приложить к тому пятую часть Если не выкупит То должно продать по оценке твоей Только все заклятое, что под заклятием Отдает человек Господу И своей собственности Человека ли, скотину ли, поле ли своего владения Не продается и не выкупается Все заклятое есть в великой святыне Господне Все заклятое, что заклятое от людей Не выкупается, оно должно быть предано смерти И всякая десятина на земле Из семян земли, из плодов дерева Принадлежит Господу Это святыня Господня Если же кто захочет выкупать десятину свою То пусть приложит к сыне ее пятую часть И всякую десятину из крупного и мелкого скота И всего, что проходит под жезлом Десятое должно посвящать Господу Не должно разбирать хорошее ли то или худое И не должно заменять его Если же кто заменит его То и само оно И замен его будет святынею И не может быть выкуплено Вот заповеди, которые заповедовал Господь Моисею И для сынов Израилевых на горе Синае